Не согласился с департаментом образования. Временно исполняющий обязанности главы региона настоял на возобновление выплаты вознаграждения за классное руководство и организацию работы в группах в фиксированном объеме. Администрация округа утвердила шестую с начала этого года корректировку бюджета. Она связана с поступлением в казну дополнительных доходов и снижением расходов. Из Казани в Наринмар прибыл новый вертолет санитарной авиации. Винтокрылую машину Наринмарский авиаотряд приобрел на условиях льготного лизинга. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Цибульский настоял на возобновление выплаты вознаграждения за классное руководство и организацию работы в группах в фиксированном объеме. Напомню, в 2017 году данные выплаты были приостановлены по решению администрации региона на год до 1 января 2018 года. После возобновления в связи с введением новой системы оплаты труда сотрудников образовательных учреждений профильный департамент предлагает включить данные надбавки в фонд оплаты труда в качестве стимулирующей выплаты. Глава региона категорически не согласился с такой формулировкой. Из фиксированной ежемесячной надбавки в стимулирующую выплату Департамент образования, культуры и спорта Неницкого округа предложил включить выплату вознаграждения за классное руководство и организацию работы в группе в стимулирующую часть заработной платы. Временно исполняющий обязанности губернатор Александр Цибульский категорически не согласился с такой формулировкой, отметив, что надбавки за классное руководство и организацию работы в группе должны быть фиксированы частью заработной платы. Это дополнительная нагрузка за классное руководство и за работу с детьми в группу. Это всегда была дополнительная нагрузка для учителей. Это не их эффективность. Они берут на себя и должны понимать, что за это им будет определенная доплата, потому что это уже априори предполагает дополнительные действия, которые они должны делать. Тем более, если эти деньги, как вы говорите, уже заложены в задании, тогда не надо перенесить их в фиксированную часть зарплаты. Это не то, где можно стимулировать за эффективность работы. Еще один категоричный ответ главы региона последовал на вопрос о возмещении расходов на приобретение амбулифта окружному авиапредприятию. Спецустройство для людей с ограниченными возможностями здоровья было приобретено авиаторами в текущем году. Нам предлагается компенсировать затраты оператора порта по приобретению данного технического устройства амбулифта. В окружном бюджете заложена сумма в размере 6 525 500 рублей. В свою очередь глава региона Александр Цибульский сравнил стоимость амбулифта со стоимостью роскошного внедорожника Land Cruiser 200, который находится в собственности авиаотряда. Я дал поручение продать этот амбулифт. Значит, с учетом его возраста, в моем понимании, продаж его будет стоить где-то на 5 миллионов. Надо посмотреть парам. Это практически полностью перекрывает стоимость амбулифта. Значит, вот эти деньги можно направить на амбулифт. А оставшуюся сумму мы доплатим тогда и в бюджете. Контроль за исполнением данного поручения возложен на вице-губернатором, руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Алексея Еремеева. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукеевич, Телеканал Север. Администрация Ненецкого округа утвердила шестую с начала этого года корректировку бюджета. Она связана с поступлением в казну дополнительных доходов в размере 165 миллионов рублей и снижением расходов на 480 миллионов. Таким образом, снизится и дефицит бюджета текущего года на 645 миллионов до 1 миллиарда 84 миллионов. По информации Татьяны Лагвиненко, дополнительные доходы – это трансферты из федерального бюджета на сумму 150 миллионов рублей. Средства будут направлены на строительство дороги Наринмарусинск и поступление от нефтяников. Компания «Башнефтьполюс» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией НАУ выделяет 13 миллионов рублей. Чуть больше 11 миллионов из них направят на материально-техническое оснащение медицинских организаций региона. 1 миллион 800 тысяч на закупку музыкальных инструментов для Дворца культуры Арктика. Что касается расходов, все, кроме трех департаментов, администрации провели ревизию расходных обязательств. Снижение составит 480 миллионов рублей. Еще одна значимая экономия средств, по словам Татьяны Лагвиненко, связана с обслуживанием государственного долга за счет частичного замещения банковских займов казначейскими кредитами и гособлигациями. Расходы на обслуживание госдолга удалось снизить на 255,5 миллионов рублей. Образовавшуюся экономию направят на уменьшение госдолга региона. Планируется увеличение возврата кредитов кредитных организаций на 600 миллионов рублей. Несмотря на общее снижение расходов, по ряду статей они увеличатся. Так, 6,5 миллионов рублей будут направлены на повышение оплаты труда работников культуры в обеспечении выполнения майских указов президента. 23 миллиона на текущий капитальный ремонт учреждений здравоохранения. 5 миллионов 600 тысяч рублей на дополнительные субсидии в агропромышленном комплексе. 8 миллионов 100 тысяч рублей на субсидию поселку Искателей, связанную с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям. Более 14 миллионов рублей на нужды города. Такую сумму получил городской бюджет из окружной казны на выполнение финансовых обязательств в 2017 году. Изменения в бюджет одобрены сегодня на сессии городского совета. Расплатиться с долгами и украсить город. На эти цели городской бюджет получил трансфер из окружной казны в размере 14 миллионов рублей. 10 миллионов администрация Наринмара направит на завершение работ на очистных сооружениях в Качгарте. Будет погашена кредиторская задолженность и по завершенному объекту в старом аэропорту в сумме 3,2 миллиона рублей. Также город получил окружной грант с учетом софинансирования на благоустройство. Будет заменен баннер, посвященный Дню Победы, который около Вечного огня, там есть на заборе баннер. Вот туда, значит. И вторая сумма пойдет на приобретение, изготовление арок в виде ворот. Это на Марацей, так скажем, ярмарочных арок красивых, будут в виде ворот, там с морошечками, очень красиво. Рассмотрели на сессии изменения в формировании муниципального дорожного фонда. Согласно прогнозу, в 2018 году он будет увеличен с 45 до 53 миллионов рублей. Увеличение суммы обосновано необходимостью ремонта дорог и междворовых территорий. В целом, говоря о бюджете на 2018 год и плановый период до 2020 года, финансист отметила его дефицитность. Согласно проекту, доходы составят 707 миллионов рублей, расходы – 711 миллионов. Дефицит планируем перекредитованием. То есть у нас муниципальный долг на сегодняшний момент, он у нас 65 миллионов рублей. Поэтому будем перекредитовываться, чуть будем брать больше. Дефицит у нас будет в районе 4 миллионов. К детальному рассмотрению финансового документа городской совет приступит в начале декабря. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Компания «Саратовские авиалинии» отменила рейсы из Наринмара в Москву. Причина, которую озвучил авиаперевозчик – низкая коммерческая загруженность на данном направлении. Напомню, первый рейс должен был быть выполнен 1 декабря. Как пояснили в прислужбе авиакомпании, для возврата денег пассажирам, купившим билет через официальный сайт «Саратовских авиалиний», необходимо обратиться по номеру телефона в Саратове – 8 84 52 99 77 29. Работники авиакомпании произведут возврат средств вручную, если билет был куплен на официальном сайте. Если билеты были куплены через агентство, то для возврата денег необходимо обратиться в авиакассы. Планировалось, что полеты в столицу будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Авиаперевозчик продолжает выполнять еженедельные полеты в Санкт-Петербург на самолетах Ан-148. Из Казани в Наридмар прибыл новый вертолет санитарной авиации. Винтокрылую машину Наридмарский авиаотряд приобрел на условиях льготного лизинга. Сумма сделки составила порядка 629,5 миллионов рублей. Срок лизинга – 10 лет. Добавлю, что это уже второй вертолет, который пополняет парк авиаотряда в текущем году. В аэропорту Наридмара новый вертолет встречала наша съемочная группа. Сквозь снег и ветер в небе над аэропортом появляется новенький Ми-8 МТВ-1. Второй вертолет для санавиации Ненецкого округа. Он был построен на авиационном заводе в Казани. В отличие от своего предшественника, эта винтокрылая машина оснащена внешними топливными баками, что позволяет сэкономить место в салоне. Эти баки позволяют установить модуль для выполнения санзаданий. Потому что та машина, которая пришла у нас до этого, новая по санзаданиям, к сожалению, завод-изготовитель, Иван-Удэнский завод, не выполнил нашу задачу, не поставил эти внешние баки. Эта машина уже оборудована внешними топливными баками, то есть максимальная дальность, которую можно обеспечить. По словам Валерия Стопчука, два бака под 900 литров каждый позволят увеличить дальность полета на 2,5 часа. Этого хватит на 500 километров. В условиях Крайнего Севера такой запас топлива может сыграть решающую роль. Первые испытания санитарный вертолет уже прошел, преодолев расстояние от Казани до Наринмара, который занял свыше 6 часов. Покупка новых машин дает людям, даже не надежду, а дает уверенность людям в завтрашнем дне. Это очень важно для отряда и очень важно, я думаю, для округа. Потому что и жители будут летать на новых вертолетах, и санитарные задания будут выполняться на новых вертолетах. Всем понятно, что новая вещь, она, как правило, и надежнее, и лучше. И вот оборудован дополнительными баками внешними, это, конечно, увеличивает его расстояние. Экипажу значительно проще принимать решение на вылет, потому что не нужно искать места для заправок и прочее. Благодаря санитарной авиации сотни жителей Неницкого округа имеют возможность вовремя получить экстренную медицинскую помощь. Это особенно важно жителям отдаленных поселений. Мой муж в 2015 году разбился на снегоходе. Спасибо Ольге Павловне, нашему фельдшеру, оказали первую помощь очень такую значительную. И очень быстро, вовремя прилетел вертолет в санзадание, его вывезли, он остался у меня жив. Благодаря всему тому, что было произведено, сначала здесь, а потом вертолет прилетел, ему оказали необходимую помощь вовремя. Я очень благодарна. Моему мужу было очень плохо, у него инфаркт головного мозга, и оказали вовремя помощь. Благодаря санрейсу он остался и жив, и не инвалидом. И для нас очень важно, чтобы санрейс у нас был. Согласно данным медицинской статистики, ежегодно санавиация Неницкого округа совершает порядка 250 вылетов. При этом эвакуируется более 500 человек, которым требуется экстренная медицинская помощь. В прошлом году санитарная авиация выполнила 288 экстренных полетов. Врачи оказали помощь 570 гражданам, из которых 45 дети. В этом году борт санитарной авиации вылетал 222 раза. Я 4 года здесь работаю и молюсь на санавиацию, потому что действительно это всегда очень тяжело. Я всегда чувствую, что 400 километров с лишним у меня за плечами. И поэтому санзадание для меня всё. Больные разные. Больные есть тяжелые. На услуги оказания экстренной медицинской помощи жителям региона, проживающим в труднодоступных районах, округ получил субсидию в 54,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Ещё 12,5 миллионов рублей на эти цели предусмотрены в бюджете НАУ на 2017 год. В первый рейс новый вертолёт может отправиться уже через две недели после получения необходимой лицензии и допуска на пассажирские перевозки. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Ненецкий округ подал заявку в Минздрав для участия в следующем году в федеральной программе «Земский доктор», которую в соответствии с планами правительства России предполагается распространить на средний медперсонал. Соответствующие поправки в отношении фельдшеров на селе готовятся для внесения в федеральное законодательство. Профильный департамент в будущем году планирует пригласить в регион пять врачей и четырёх фельдшеров. Согласно действующему законодательству, приехавшим на работу в сельскую местность врачам предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей. Размер подъёмных для фельдшеров планируют установить в размере 500 тысяч рублей. Условия предоставления компенсации Минздрав предлагается хранить. В частности, участники программы, приезжая на село, должны отработать на новом месте не менее пяти лет. Существенное для региона рассматриваемое изменение в программу, возможность её действия не только для сельских поселений, но и для малых городов численностью до 50 тысяч человек. В случае принятия таких изменений вопрос обеспечения медицинскими кадрами за счёт программы можно будет решать и в Наринмаре. В соответствии с действующим законодательством, в рамках программы «Земский доктор» в 2018 году планируют пригласить врачей для амбулаторий в посёлках Нельминос и Харута, участковых больниц в посёлке Харивер и сёлах Нижняя Пёша и Великовисочная. Если поправки в федеральное законодательство будут приняты в 2018 году, профильный департамент планирует пригласить ещё четырёх фельдшеров. За пять лет существования программы при поддержке государства на работу в НАУ переехали 40 медиков. Стали известны итоги независимой оценки качества оказания услуг в медицинских организациях региона за 2017 год. На этот раз оценивалась деятельность пяти лечебных учреждений. Ненецкая окружная больница, Центральной районной поликлиники Заполярного района, Ненецкой окружной стоматологической поликлиники, окружного противотуберкулёзного диспансера и частной медорганизации «Фёдоров». Учреждения оценивались по пяти критериям – открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность и доступность медуслуг, время ожидания, доброжелательность и компетентность персонала и общая удовлетворённость пациента. Отдельно оценивались услуги в амбулаторных учреждениях и стационарных. По итогам исследования, лидирующее положение в рейтинге качества среди амбулаторий вновь занял окружной противотуберкулёзный диспансер. В прошлом году он уже был в числе лидеров. На этот раз тубдиспансер получил 68,5 баллов из максимальных возможных 73 позитивных отзывов. Второе место пациента отдали «Обществу Фёдоров». Третье – окружной стоматологической поликлиники, четвёртая – Центральной районной поликлиники Заполярного района, пятая – Ненецкая окружная больница. Среди организаций, оказывающих медицинские услуги в стационарных условиях, рейтинг также возглавил противотуберкулёзный диспансер с 61 баллом из максимальных 75. Вторую строчку заняла Ненецкая окружная больница – 50 баллов. Дополнительные проблемы в Центре дополнительного образования. Переехали из-за холода. Дом детского творчества посёлка Искателей стал непригодным для занятий после ремонта. Почти 200 воспитанников бывшего дома творчества посёлка Искателей вынужденно сменили место занятий. Ведь заниматься в холодных помещениях просто невозможно. Дело в том, что в этом году в учреждении заменили систему отопления. Но вместо тёплых учебных комнат воспитанники и педагоги получили обратный результат. Теперь температура в классах не поднимается выше 15 градусов. Кто виноват в проблеме – материал Любови Пермяковой. На сегодняшний день у нас, видите, что происходит? Всем чуть-чуть тёплые, да? Еле-еле, да. Педагог дополнительного образования Аэлита Майорова показывает новую систему отопления. Её заменили в этом году. В итоге в помещение бывшего Искательского дома творчества, где занимаются порядка 200 ребятишек, температура воздуха – 12-13 градусов. Исправить халатность и обеспечить комфортные условия для занятий теперь большая проблема. В мае этого года Дом детского творчества был реорганизован в Центр дополнительного образования при Искательской школе. Тогда были проведены ремонтные работы. У нас были проблемы в тот момент, что у нас было отопление, которое позволяло старые батареи, они священно старых батареях образовались, и, в общем-то, у нас всё время где-то подтекало. Оно у нас подтекало, но оно у нас хорошо работало. У нас было очень тепло, у нас было жарко. У нас дети занимались в гольфиках. По словам начальника административно-хозяйственного отдела 6-й школы Михаила Спиридонова, под руководством которого проходила замена системы отопления, подрядчики сделали всё, что было в их силах. Мы меняли на те средства, которые у нас оставались. Мы там меняли в связи с чем? В связи с тем, что по верху шла обратка, и получается там была горячая вода, и там она уже была перемотана, как вы понимаете, нитками, всякими тряпками, а внизу занимались дети, то есть капала горячая вода. Но там было тепло, но это было небезопасно. Но когда крепили батареи, они допустили, там был гипсокартон, но гипсокартон был плохого качества, уже отсырел, получается его пробили. А по контракту и по заключённому договору стоимость не входила. Там косметический ремонт и всё такое. Действительно, следы проделанной ремонтной работы подрядчики оставили большие. Теперь, помимо чуть тёплых батарей, в классах круглосуточная вентиляция. Но это не основная проблема низких температур, считают собственники здания, администрация посёлка Искатели. Я понимаю, что старая система, но нужно было делать точно такую же, как и она была. Они пошли по пути и сделали Ленинградку, так называемую. У нас в посёлке этого нельзя делать. Во-первых, грязная вода. И своя система. У нас, скажем так, большая часть посёлка, это ещё отопление, вернее, не отопление, а горячее водоснабжение, это берётся из открытой системы. То есть давление прыгает. Из-за этого просто Ленинградка не работает. Нужно было просто, по аналогии со старой, трубу вытащил, тут же трубу поставил, всё. Устранять недочёты администрация посёлка Искателей отказывается. Говорит, в их бюджет не заложены средства на ремонтные работы. Об этом Николай Литвин заявил на заседании Общероссийского народного фронта, куда обратились отчаявшиеся сотрудники дополнительного образования. Но не мы же затеяли вот этот ремонт. Я ещё раз повторяю, найдите того, кто затеивал этот ремонт. Почему он к нам не пришёл? Почему он не спросил? Не спросил разрешения? Не посоветовался, каким образом это сделать? Понимаете? В свою очередь, новые хозяева учреждения, дюцлидер, которому с октября этого года принадлежит бывший Дом детского творчества, отказываются принимать помещение в таком техническом состоянии и с юридической точки зрения не могут повлиять на недобросовестного подрядчика. Собственник здания – это администрация посёлка Искателей в любом случае. В соответствии с договором здание должно быть передано в соответствующем состоянии. Если есть какие-то скрытые дефекты, по замечанию нашему они должны быть устранены. То есть договор составлен в том плане, что действительно нам должно передаться соответствующее здание, отвечающее требованиям. По словам Андрея Федотова, всё, что они могут сделать для своих подопечных – разместить их в разные помещения, которые принадлежат лидеру. Но это, по словам педагогов, вызовет неудобства как для сотрудников, так и воспитанников. Но выход из положения всё-таки есть, считает фронтовик Вячеслав Сочнев. Сейчас главное не поиск виноватого, а в кратчайшие сроки обеспечить детям комфортные условия. Первый вариант – это собственник здания переделывает систему отопления. Второй вариант – это кому передали. Лидер переделывает систему отопления в рамках того бюджета. Потом мы можем тоже помочь выйти на губернатора, на собрание депутатов. И выкладывают деньги, то есть всё. Самое быстрое – это один из таких вариантов. Третий вариант – это в рамках договоров социально-экономического взаимодействия с нефтяными компаниями. Вопрос пока остаётся открытым, но уже на следующей неделе фронтовики вновь соберутся за круглым столом и надеются к ним присоединиться и подрядчик, который принёс учреждению дополнительного образования столько дополнительных проблем. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть наши новости можно на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова